Приветствую всех на канале Есть-Поесть и сегодня пеку ароматный пирог с сочной начинкой на рассыпчатом песочном тесте. Такой пирог отлично подойдет к ужину или к завтраку. Сразу скажу, что именно с тыквой он получается наиболее великолепным, но если вы уж ее не любите, замените картофелем. Составляющие для начинки берите в любых пропорциях, а список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, для начинки на небольшом количестве растительного масла обжариваю лук, затем добавляю тыкву, которую я режу довольно-таки крупно, чтобы кусочки не потеряли свою форму. Далее добавляю копченую свинину, подойдет любое копченое мясо, тертый чеснок, соль, любые специи по вкусу. Перемешиваю и просто обжариваю все вместе. Доводить до готовности тыкву не нужно. Затем отключу нагрев и дам полностью остыть. Тем временем сделаю начинку. Муку для этого я положила в чашу измельчителя, добавляю соль, разрыхлитель, холодное масло, порезанное кубиками и измельчу. Совсем недолго, чтобы все перемешалось. Далее добавляю яйцо, сметану. Напомню, что все продукты должны быть холодными. И сделаю тесто. Выкладываю его в форму. Диаметр моей формы 24 сантиметра. Отмечу, что смазывать маслом ее не нужно. Распределяю руками тесто по дну и делаю невысокие бортики. Далее часто наколю вилкой и уберу на 10 минут в морозилку или минут на 25 в холодильник. Пока сделаю заливку. К двум яйцам добавляю молоко и хорошенько взбалтываю венчиком до появления пены. Если хотите, можете добавить соль и специи. Добавляю тертый на крупной терке сыр. Количество сыра берите на свое усмотрение. Можете взять больше. После этого беру заготовку из теста, выкладываю остывшую начинку и распределяю заливку. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите в комментариях, а вы любите тыкву и заинтересовал ли вас этот рецепт. Тем временем я немного поправляю бока и отправляю пирог в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-45. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю хорошенько остыть, хотя он хорош и в теплом виде. Единственное, что холодный он режется легче, но и лучше держит форму. Пирог, как я уже говорила, получается с очень сочной, нежной начинкой, со сливочно-копченым вкусом. Тыква отлично сочетается с копченым мясом. И, как по мне, чем слаще и ароматнее тыква, тем пирог вкуснее. Именно такое рассыпчатое тесто хорошо подходит в качестве основы для этого пирога. Друзья, не забудьте подписываться на канал «Есть-поесть» и смотрите другие рецепты не менее интересной и вкусной выпечки, в том числе и с тыквой. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!